Неужели льготную ипотеку все-таки отменят? И что будет с рынком недвижимости дальше? Всем привет! С вами Светлана Наумова, собственник агентства недвижимости и эксперт по ипотеке. Эта новость буквально всколыхнула всю страну, и никто не может объяснить, к чему же нам готовиться. И давайте сейчас вместе разберемся, каким же последствиям может привести отмена господдержки, как изменятся цены на жилье и есть ли другие возможности купить квартиру по сниженной ставке. И в первую очередь давайте вспомним, что такое программа господдержки и как она работает. Простыми словами, это когда банк выдает клиенту кредит на покупку жилья, но процент по ипотеке ниже рыночной. А разницу между льготным и рыночным процентом по ипотеке покрывает кто? Государство. Получается, государство помогает вам, и у вас ипотека по ставке на сегодняшний день фактически ниже в два раза рыночной. Конечно же, и есть свои ограничения. В Москве такой кредит можно взять не более 6 миллионов рублей. Также это относится и к Московской области, Санкт-Петербургу и Ленобласти. Выгода такой ипотеки очевидна. Процент ниже, платим меньше. И в итоге больше людей могут позволить себе купить квартиру. Для государства эта идея была тоже полезной. Во-первых, льготная ипотека повысила спрос на первичное жилье. Строительные компании, соответственно, стали приносить государству больше денег. И можно сказать, что весь 2022 и 2023 год держался на льготной ипотеке, потому что большее количество денег пришло именно оттуда. Господдержка уже скоро заканчивается, но многие люди даже про нее не знали. Вот вчера мне буквально звонит девушка и говорит, господдержка, а мы же не можем, наверное, господдержку взять, мы же никакие-то там у нас, никаких у нас особых льгот нету. То есть люди думают, что господдержка подходит только тем людям, у которых есть льготы какие-то там. То есть даже многие об этом и не знают, и не слышали. Господдержка – это программа, которая создала государство именно в поддержку застройщиков в первую очередь. Ну и, соответственно, развить спрос, разогнать спрос. Он действительно очень высокий. Казалось бы, все довольны. Зачем же тогда отменять льготную ипотеку? За последнее время курс доллара улетел почти в небеса. Инфляция разогналась официально до 7-8%, а реальная – около 16-20%. И чтобы хоть как-то это притормозить, Центробанк стал повышать ключевую ставку. В принципе, он делает так всегда. И, как следствие, банки тоже подняли процентную ставку на кредиты, в том числе и на ипотеку. И получается, сейчас реальная ставка по ипотеке на готовое жилье переваливает уже за 16%. А ставка по льготной ипотеке на покупку новостроек остается прежней. Господдержка – 8%. И это слишком большой разрыв и большая разница, которые государство, скорее всего, в нынешних условиях тяжеловато покрывать. С другой стороны, льготная ипотека, когда она появилась, она как раз разогнала рынок и пошел рост цен. И так как господдержка смотивировала большой спрос на новостройки, соответственно, где есть спрос, там и рост цен. И я могу предположить, что отказ от льготной ипотеки как-то стабилизирует рынок и чуть снизит высокие цены. Но вот здесь такой еще хороший риторический вопрос. Что же лучше, когда немного скорректируются цены вниз или все-таки низкая ставка по ипотеке? Потому что большинству людей важно, чтобы был меньший ежемесячный платеж. А меньший ежемесячный платеж меньше в том случае, когда процент по ипотеке ниже. А что для вас важнее, напишите в комментариях. И сейчас расскажу про последствия отмены льготной ипотеки и какие они могут быть. Первое и самое очевидное, что исчезнет возможность покупать новостройку под более низкий процент. Государство обещает продумать другие варианты социальной поддержки, но пока еще все это на уровне слухов. И ничего нового мы пока не увидели. И второе, могут появиться риски недостроев, заморозки объектов и даже банкротство строительных компаний. Почему? Если, соответственно, ниже спрос, меньше продаж, вот это как раз может и привести к таким последствиям. Это вот, что нас, возможно, ожидает. Но льготная программа еще действует до июля 2024 года. Что предложит нам взамен и предложит ли, пока непонятно. Поэтому я рекомендую запрыгивать в уходящий поезд, оформлять ипотеку по сниженной ставке, пока она еще точно есть. Ситуация такая, что каких-то положительных изменений на рынке, на мой взгляд, не предвидится. Поэтому какое самое выгодное время для покупки квартиры? Вернее, нет лучшего времени для покупки квартиры, чем сейчас. Вообще, это на все времена рабочая стратегия. Нужно покупать недвижимость тогда, когда есть необходимость. А чтобы вам проще было найти застройщиков, которые предлагают льготную ипотеку, интересные условия для покупки, мы составили для вас подборку жилья по сниженным ставкам. Забирайте бесплатно в описании. А если возникнут вопросы, приходите на бесплатную консультацию. Наши брокеры с удовольствием на них ответят. Может быть, есть еще какие-то возможности взять ипотеку по сниженному проценту? Да, первый вариант – это семейная ипотека. Кто на нее может претендовать? Семья, у кого двое детей? Или у вас, если один ребенок, то он родился у вас после 1 января 2018 года? Такая льготная ипотека выдается под 6% годовых. А квартира может быть как в новостройке, так и на вторичном рынке. Второй вариант – это ипотека для IT-специалистов. И про IT-ипотеку у меня есть уже большой ролик на канале. Есть вариант дальневосточной ипотеки. С 2019 года участники программы дальневосточной ипотеки имеют право на льготную ипотеку всего под 2% годовых. Деньги можно потратить на жилье себестоимостью до 6 миллионов рублей, а срок кредита – 20 лет. Эта программа актуальна для Бурятии, Якутии, Забайкальский и Камчатский край, а также многие другие. Следующая – это сельская ипотека. Жители сел и деревень могут взять ипотеку под 3% на покупку или на постройку жилья. С первоначальным взносом – 10%. Как вы понимаете, заменить льготную ипотеку на новостройки эти программы не могут. Остается только ждать, что предложит нам государство и предложит ли. А в следующем видео мы разберем с вами все виды ипотек и выясним, какая же из них самая выгодная. Чтобы не пропустить это видео, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А с вами была Светлана Наумова и до новых встреч!